То, что понимается под духовным процессом, никак не связано с психологией. Ваша память не имеет к нему никакого отношения. Это процесс, связанный с вашей жизнью, с вашим существованием. Он может происходить только если вы позволите себе быть той частицей жизни, которой вы и являетесь. Здесь мы делаем многое, чтобы достичь этого. Возможно, вы видели в ашраме людей с оранжевыми бейджиками молчания. Просто замолчите. Но закрыть рот — это только полдела. Пребывать в молчании возможно только, когда вы не думаете о себе слишком много. Если вы о себе высокого мнения, если вы думаете, «Я такой умный», как вы можете замолчать? Скажите мне. Если вы думаете, «Я такой умный», как вы сможете замолчать? Если вы осознаете свою глупость, поймёте, что ничего не знаете в этой вселенной, тогда... Не так ли? Тогда вы сможете воспринимать жизнь с величайшим интересом, без каких-либо мыслей в голове. Если вы считаете себя умными, то у вас в голове будут постоянно крутиться рассуждения, расчёты и прочая ерунда. Вам достаточно увидеть что-то одно, и это вызовет тысячи мыслей, не так ли? Сейчас на этом сатсанге вы не сидите в полном молчании. Вы соглашаетесь или не соглашаетесь со мной. Комментируете про себя услышанное, оцениваете, во что одеты ваши соседи. Происходит много всего. Аминь ром? Потому что как только вы начинаете придавать значение своим мыслям, вы уже не можете это остановить. Это невозможно. Это будет продолжаться и продолжаться. Если вы поймёте, что с точки зрения жизни ваш мыслительный процесс не несёт в себе никакой ценности, что это просто повторяющиеся воспоминания. Одна и та же, постоянно повторяющаяся ерунда. Если же вам нравится этот процесс, если вы увлечены им, его не остановить. Но если вы увидите шаблоны, по которым этот процесс происходит, поймёте, насколько это глупо, тогда постепенно вы отстранитесь от него, и он прекратится, поскольку он не может продолжаться, если вы не обращаете на него внимания. Субтитры создавал DimaTorzok